добрый вечер дорогие отцы братья сестры матушки и детишки сегодня мы с вами будем переходить к изучению пятого слова или пятой степени лисвицы но немножко хочется подытожить по четвертой степени которые называются о послушании немножко там пару пунктов осталось хочется их рассмотреть потому что они важны здесь говорит лестничник что когда будучи непрестанно обличаем от своего от своего наставника ты почувствуешь что вера и любовь твоя к нему возрастают то знай что дух святой невидимо вселился в твою душу и сила высшего осенила тебя то есть когда нас обличают наставник то и мы при этом все-таки возрастая в вере к нему любви к этому наставнику видим чувствуем пользу то лестничник говорит это признатого что дело идет верно что дух святой вселяется в твою душу но важно еще следующий пункт впрочем не радуйся не хвались когда ты может терпеть досады и бесчестия напротив плача том что ты сделал нечто достойное выговора и возмутил против себя душу наставника то есть вы знаете иногда когда кто-то получает укорение досаждение от начальства иной раз неправильно может сказать господи прости ему не ведут что творит думая что он страдает от напраслены но здесь лестничник говорит что задумайся может правда в твоих делах словах поведения что то есть достойное порицание и надо исправляться были такие случаи у нас в наставал свою пенсию в общую кассу монастырскую и оттуда получал когда что-то необходимо так вот мирно поговорили присутствие других отцов вот на следующее утро он бросается в ноги говорит отец я готов от тебя терпеть всякие уничижения напрасно я в общем-то никакой напрасно не было собственно по уставу все нужно поступать то есть иногда так иногда человек нерадивый получая обличение думаю что он еще чем подвиг вот такого страстно тевца и еще знаете задают вопрос иногда всегда ли нужно молчать когда нас в чем-то обличает и обвиняет или надо объясниться здесь я ангелесич не говорит рассмотрим и рассудим со вниманием когда должно нам благодарно и безмолвно терпеть обвинение от пастыря и когда объясняться перед ним дальше дает ответ мне кажется что во всех случаях когда без чести падает на одних нас должно молчать ибо это время духовного приобретения а когда обвинение касается другого лица тогда должно говорить в защиту ради союза любви и нерушимого мира очень важные слова то есть когда нас чем-то обвиняют и мы имеем возможность понести напрасну смотреть как я ангелесич великий святой преподобный говорит что это за время что это за момент зачастую мы хотим его как можно какими только можно судьбами там и способами избежать такого момента чтобы нас напрасно не кричали а оказывается это время духовного приобретения то есть в этот момент самое лучшее самое дальше время для того чтобы попалялись страсти то есть когда нас в чем-то без вина с нашей стороны обличают или выговаривают нам в это время нужно молить чтобы господь простил нам другие наши грехи чтобы избавилась страсти это время очищения страсти очень ценно и вы знаете что святые ноги ценили даже искали этого были юродивы которые даже и провоцировали людей на напрасну потому что тем самым они боролись с гордостью с тщеславием это время приобретения а когда обвинение другу касается другого то надо защитить оправдать стараться человека но тоже не прикословия сказать что простите вот здесь так так он не знал это видимо моя вина человек не виноват и еще очень важно вот пункт следующий пользу послушание возвестят тебе те которые отпали от него ибо они тогда только узнали на каком стояли небе вот это много раз я видел и проверено на опыте когда братья если уходят с монастыря по каким-то причинам вот и потом только понимают как было хорошо монастыря очень-очень многие так вот потом письма писали как кажется хорошо было монастыря и еще смотрите кто стремится к бесстрастию и к богу тот считает потерянным всякий день в который его никто не упорял как деревья колеблемые ветром глубоко в землю пускают корни так и пребывающие в послушании стяжут крепкие и непоколебимые души опять мы конечно всегда стараемся избегать таких случаев чтобы нас кто-то укорил оказывается те кто на самом деле борется со страстями те которые чувствуют как страсти не дают им чисто молиться богу полюбить бога и полюбить людей и знает что укоризны напрасны направляются против наших страстей так вот такие люди если не было в этот день каких-то укоризм искушения то они считают что потерь на это время вспомним Акакия преподобного которого духовный старец встречал но сегодня как а тот если не получал укоризм от старца своего сегодня вот ничего мы не приобрели а если какие-то были укор даже побои были то он с радостью показывал сегодня кое-что удалось собрать дальше то живя в безмолвии познал свою немощь и пришедший продал себя послушанию тот бывший слеп без труда ко Христу прозрел вот это мы будем изучать житие Антония Нового там об этом прямо говорится все житие ну и вывод степень сияра одночисленная евангелистом то есть четвертая степень мужайся подвижник стремись вперед без страха некогда Иоанн опередил Петра а здесь послушание положено прежде покаяния ибо подворивший ученик представлял образ послушания а другой покаяния и вот теперь переходим к пятому слову пятое степень называется так о попечительном и действительном ну можно сказать действенном покаянии а также о житии святых осужденников и о темнице и вот теперь какие определения преподобный Иоанн дает покаяния покаяние есть возобновление крещения завет с Богом об исправлении жизни покаяние есть купля смирения то есть покаянием приобретается смирение покаяние это обещание Богу стараться жить уже по его заповедям и вновь человек становится чистым то есть возобновляется как после крещения покаяние это всегда отвержение телесного утешения то есть когда человек чувствует что он сколько он грешен пред Богом тогда он не гонится за телесным утешением более того он стремится к телесным подвигам и сейчас вот про это пойдет речь о особом месте в темнице покаяние это помысл самоосуждения и попечение о себе свободные от внешних попечений то есть прежде всего это мысль о душе о спасении о состоянии души о скорой встречи с Богом то есть о смерти покаяние это дочь надежды и отвержение отчаяния то есть если есть надежда на Бога то мы будем каяться и это есть отвержение отчаяния то есть отчаянный человек около часа он уже не будет каяться поэтому страшный грех отчаяния покаяние это примирение с Господом через совершение благих дел противных прежним грехам то есть видите мы прочитали название действительном покаянии то есть действием надо не только словами каяться и внутренне иметь расположение но и на деле показывать свое покаяние помните как Иоанн креститель говорит сотворите плоды достойные покаяния то есть нужно исполнять заповеди покаяние покаяние это очищение совести покаяние это добровольное терпение всего скорбного покающийся есть изобретатель наказаний для себя самого тоже в дальнейшем будем об этом говорить покаяние крепкое утеснение чрева уязвление души в глубоком чувстве по святому Максиму исповеднику который жил в конце 6 века в 7 веке покаяние состоит из трех элементов первое это терпение находящих скорбей второе очищение ума то есть борьба с плохими помыслами и возделание добрых помыслов и третье понуждение себя на непрестанную молитву это и есть делание покаяния может быть даже записать себе это нужно чтобы в трех этих деланиях нам пребывать то есть терпение находящих скорбей это понуждение на непрестанную молитву и очищение ума теперь о темнице на слайдах много не показано только зачитать сначала описывается темница конечно для неподготовленного слушателя для того человека который не знает что такое святость и что такое греховное состояние и каким должен быть человек чтение вот этого описания темницы как бы ну неприятно и человек говорит ну православие христианство это же радость зачем нужно плакать зачем нужно самоуничижение зачем терпение таких скорбей таких невыносимых условий а православные люди должны это понимать давайте посмотрим насколько нам это будет понятно так слышал я немощно о чудном некотором и необычайном состоянии и смирении осужденников заключенных в особенной обители называемой темнице которая состояла под властью помянутого светила светил то есть тоже игумена Иоанна который является другом лисичника помните как то в предыдущих главах там говорилось о том что кто-то чем-то пригрешил и его доставитель отослал другого монастырь то есть темницу потому находясь еще в обители сего преподобного я просил его чтобы он позволил мне посетить это место и великий муж уступил моему прошению не хотя чем-либо опечалить мою душу и так пришедший в сию обитель кающихся в сию поистине страну плачущих увидел я то чего поистине если не дерзко так сказать око неродивого человека не видела и ухо нылого не слышала такие упражнения и подвиги которые скоро преклоняют Бога на человеколюбие видел я что одни из сих неповинных осужденников всю ночь до самого утра стояли на открытом воздухе не передвигая ног и жалким образом колебались одолеваемые сном по нужде естества но они не давали себе немало покоя а укоряли сами себя и бесчестными и поношениями пробуждали себя ну то есть люди находились без сна некоторые стояли понуждали себя пребывать в бдении другие усиленно взирали на небо и с рыданием и воплем призывали оттуда помощь иные стояли на молитве связавшие себе руки на зади как преступники печальные лица их были преклонены к земле они считали себя недостойными взирать на небо от недостоинства помыслов и от огрузения совести не знали что сказать и как говорить какие молитвы вознеси к Богу как и откуда начать моление но только душу немую и ум безгласно представляли Богу и были исполнены мрака как бы тонкого отчаяния вот важно сказать мрака и тонкого отчаяния святые подвижники говорят что спасение наше должно находиться между отчаянием и надеждой то есть надежда на Бога но отчаяние самих себе то есть мы не должны видеть себе ничего доброго и должны полагать все свое упование на Божью милость помилуй Бог мы спасемся если не окажет милость то наши дела или добродетели нам не помогут то есть мы спасаемся Божьей милостью еще когда будем сейчас читать в помощь себе чтобы нам правильно понимать это состояние осужденников как странно себя вели можно представить для нас это легче представить что вот допустим мама потеряла своих сыновей ну скажем когда случилась авария и вот она на могилке у холмика и терзается и плачет и ей уже конечно нет дела до того как цены поднялись на продукты там или что с пенсиями стало или что соседка про нее сказала или может слух какие-то идут нехорошие или клевета вот она поглощена этим горем разлукой со своими любимыми детьми так и человек который которому благодать открыла его падшее состояние открыла его удаленность от бога от источника благости вот такой человек как бы уязвленный он уже особо не думает о мирском он только все действия предпринимает чтобы умилостивить бога и еще для понимания в помощь нам нужно сказать о том что преподобный силуан афонский говорит так нет страшнее потери чем потеря благодать те люди которые побывали в состоянии благодатном когда по промыслу божьему иногда обращаются в наше состояние в котором мы обычно пребываем то для них это великое горе великая тоска и мрак то есть когда благодать оставляет душу то человек не может найти себе никакого утешения здесь на земле известно из жития льва оптинского старца великого что он практически всегда находился в состоянии благодатного через него действовал господь и многим-многим тысячам людей помогал он в молитве все время был нередко созерцание но из-за того что люди его прославляли уже как святого зачастую господь попустил что перед кончиной этого старца льва отошла от него благодать ну я говорю мы может быть и не особо это замечаем хотя тоже бывает нам мрачно и скучно когда особо благодать нас составляет но тем не менее мы еще в таком сильном благодатном состоянии и не были а вот они когда теряют благодать на какое-то время вот то пребывает в таком состоянии печальном и описывается что старый слев не мог никак утешиться он ходил в великой печали то есть знаете как у нас есть по-моему прокимин такой не отвратили лица твоего от отрока яко скорблю скоро услышимя или еще есть по-моему ирмос есть скую мя отринулась и свете незаходимы и покрыла месть чужая тьма окаянная и вот такое состояние пребывал старец лев но для того чтобы вернуть себе попытаться упросить бога умолить бога вернуть благодатное состояние потерянную благодать то он приказал чтобы выкопали могилы ему и он приходил около своей могилы молился помышляя о смерти но потом конечно Господь ему вернул благодать но знаете что для чего это вот Господь он всегда с любовью и дает благодать с любовью и отбирает с любовью для того чтобы старец лев имея великие и добродителя великие дела и великую славу чтобы он смирился чтобы он понимал вот так если не помил Господь то он пропадет и после этого еще больше смирился старец лев и был утешен присутствием благодать так вот эти осужденники они тоже сначала в другом монастыре пребывали про которого в основном тут и говорится раньше а за какие то провинности были отлучены от общего монастыря от общения с братьями и присланы в эту темницу и поэтому они понимали за что они здесь грех что хотели вернуться в общее общение апачи приобрести утерянную благодать иные иные непрестанно стуги другие 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 рыдая в сердце глаз рыдание удерживали в устах а иногда когда уже не могли терпеть внезапно вопияли еще несколько абзацев описательного описательного характера и потом плоды сейчас мы почитаем какие же плоды были вот смотрите вот нам плодов тоже таких хотелось бы конечно да как сейчас перечислять где был у них какой-либо вид смеха где празднословие где разражительность или гнев они даже не знали существует ли гнев у людей потому что плач совершенно угасил в них всякую гневливость где было у них прикословие или праздник то есть праздность или дерзость или какое-нибудь угождение телу или след тщеславия где надежда какого-либо наслаждения или помышление о вине или вкушение осенних плодов или варенье пищи или усложнение гортани надежда всего этого в нынешнем веке уже угасла для них где было у них попечение о чем-нибудь земном где осуждение кого-либо из человеков вовсе не было вот то есть в таком покаянии пребывали эти осужденники и смотрите какую стяжевали чистоту какими словами какими молитвами вызывали к богу эти осужденники одни ударяя себя в грудь как бы стоя пред вратами небес говорили богу отверзи нам о судья отверзи нам мы затворили для себя грехами двери сии отверзи отверзи нам другие говорили просвети ток молице твое и спасемся иной говорил просвети во тьме есене смертне сидящее уничижены а иной скоро да предварят ныщи дроды твое господи ибо мы погибли мы отчаялись як об ней щахом зело одни говорили просветит ли господь на нас лице а другие оба предили душа наша воду грехов непостоянно вы знаете конечно когда человек в таком состоянии находится представляете с каким вниманием он слушает самопение вот мы тоже на службах читаем псалтирь ну бывает как-то иногда воспринимается нечто промежуточное когда можно отдохнуть вот перед полилием какое-то невнимание возникает а тут каждый стих псалтире отзывался в этом сердце то есть такое внимание у них уже было в молитве такое сочувствие словам молитв словам псалтире все они непрестанно имели перед очами смерть и говорили что будет с нами какой приговор у нас последует каков будет конец наш есть ли воззвание есть ли прощение темным уничиженным осужденникам возмогло ли моление наше зайти ко Господу или оно по правосудию его отвергнуто с уничижением и по сравнению и видите даже тут дальше будет говориться они говорят дошли ли наши молитвы к Богу с надеждой так называют или может быть Господь их отверг но опять не ропщик а говорят по своему правосудию праведно не может он отверг наше моление какую пользу принесло сколько подействовало то есть воззвание к Богу ибо оно от нечистых уст и тел было высылаемо и не имеет много крепости совершенно ли оно примирило судью или только отчасти исцелило ли половину язв наших душевных ибо поистине велики сие язвы и требуют многих трудов и потов приблизились ли к нам хранители наши ангелы ну как известно от любого греха даже мысленного ангел отдаляется от человека потому что душа начинает смердеть или они еще далече от нас доколе они к нам не приблизится да то ли и весь труд наш бесполезен и безуспешен ибо молитва наша не имеет ни силы дерзновения ни крыл чистоты и не может вознестись ко Господу если ангелы наши не приблизятся к нам и взявшие его не принесут ко Господу вот все эти воздыхания все эти молитвы взывания к Богу смотрите насколько исполнены смирение и они так на грани отчаяния вот но не отчаиваются на грани отчаяния часто повторяясь и слова они в недоумении говорили друг другу и так братья успеваем ли получаем ли просимые принимает ли нас Господь опять отверзает ли двери милосердие другие отвечали на это кто весть как говорили братья наши неневитимы аще раскается Господь и хотя от великой оны муки не избавит ли нас то есть кто знает помилует нас Господь или нет впрочем мы сделаем что зависит от нашего произволения вот тут важная очень важная мысль то есть мы должны делать трудиться в покаянных трудах и если он отверзит царство двери царства небесного то хорошо и благо а если нет то и тогда благословен Господь Бог правильно затворивший их для нас однако мы будем стучаться до конца жизни нашей может быть по крайне по многой нашей неотступности он и отверзит нам то есть с одной стороны они себя смиряли такими словами уничтожали надежду на свои дела на свои добродетели с другой стороны охранялись от отчаяния это тоже очень важно что даже если нас Господь не примет то и тогда его имя будет благословен но все же мы будем сильно просить может по нашей неотступности он нас помилует это очень важные слова они выражают очень правильный настрой христианский который нам еще предстоит приобрести посему они и взбазривали друг друга говоря подчимся братья то есть постараемся подчимся нам нужно тщание и тщание сильное потому что мы отстали от нашей доброй дружины то есть от остального монастыря подчимся не щадя сей скверной злострадательной плоти нашей но умертвим ее как и она нас умертвила ну конечно же надо понимать что собственно не умертвим плоть имеется ввиду похоти плотские конечно а не само тело так и делались и блаженные осужденники у них видимы были колено оцепеневшие от множества поклонов глаза помершие и глубоко впадшие вежде лишенные ресниц то есть от плача выпадает ресниц даже планиты увязванные и опаленные горечью горячей частью многих слез лица увядшие и бледные ничем не отличавшиеся от мертвых перси болящие от ударов и кровавые мокроты извергаемые от ударений в грудь где там было приготовление постели где одежды чистые или крепкие у всех они были разорваны смердящие покрытые насекомыми что в сравнении с ними за страдания беснующихся или плачев над мертвецами или пребывающих в заточении или осуждении за убийство поистине невольное мучение и томление он их ничто в сравнении с произвольным страданием всех и молю вас брать не подумайте что повествуемая мною басня я не помню где но где-то впереди может быть есть но скажу сейчас чтобы не забыть и важное такое примечание что Иоанн здесь говорит что надо похвалять их за такие подвиги восхищаться их подвигами но повторять не нужно внешне сейчас это нет необходимости им повторять это был особый подвиг он по благословению был он был по простоте сердец их сейчас нужно более таким но скажем так и стараться иметь мысли которые у них были нужны видите но сложно нам конечно но нужно то есть внешне не стоит там велиги носить сейчас внешние подвиги нести большие но по силам по благословению духовника надо трудиться но я советую всем еще прочитать вот эту это описание темницы вот мы видим что их настрой совпадает с настроем псалтири и стихир церковных особенно есть покаянные стихиры на господь во звах с нашими ирмосами с нашими вот прокимными ну которые собственно из псалтири и тогда представляете когда как на службе стоит такой человек с такими мыслями с таким расположением конечно со вниманием конечно каждое слово на богослужение слышимое проводится через сердце через ум вот тут стараться подражать им нужно а внешне конечно невозможно подражать и не нужно ну на этом мы сегодня сделаем паузу потом продолжим конечно еще расскажу для мирского слуха это как-то необычно совсем и некой дикостью кажется но если мы задумаемся какими мы должны быть божьими людьми то есть как ангелы мы должны должны быть похожим на преподавателя Серафима Саровского по настрою духовному по внимательности жизни по силе молитвы вот а мы конечно сильно сильно отстаем многократно не счастливым отстаем поэтому вот понуждать себя таким помыслом такому мировоззрению конечно нужно это мы спасаемся с вами покаянием и Божьей милостью дорогие врачи сестры желаю вам приобрести такой правильный покаянный смиренный кроткий настрой и ваши молитвы себе того же желаю спасибо Господи за внимание следующее можете посмотреть и и это и Продолжение следует...